Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Мы начинаем наш эфир. Я прошу подтвердить, что вам хорошо слышно. Традиционно я прошу подтвердить ситуацию с интернетом. Я сегодня выходил в прямой эфир на Facebook и Instagram, и комментаторы жаловали, что по многим регионам страны уже проблемы с интернетом. И вообще, в принципе, уже в комментариях к постам пишут, что очень плохо с интернетом в стране. Расскажите, пожалуйста, ситуацию, напишите его здесь. Уважаемые друзья, мы сегодня тему эфира объявили об отношениях с Китаем и Российской Федерацией. В принципе, мы об этом уже много раз выступали, говорили, но 22 февраля у нас будет митинг. Мы сейчас рассказываем о всех программах демократического выбора Казахстана, образования, здравоохранения, жилищная программа и все прочее. И, собственно, идут вопросы, как мы будем выстраивать отношения с соседними странами. Ну и кроме того, что очень много людей новых, они вообще ничего не знают о ДВК, толком не знают о нашем чате, даже не могут в него зайти. Поэтому, с учетом того, что в Казахстан приехал Майкл Помпео, государственный секретарь США, и очень много было темы, связанных с Китаем и Российской Федерацией, я думаю, есть смысл нам в свете всех последних изменений, событий, изложить нашу позицию. Вы видели, как приезжал буквально на короткий срок, день-два, государственный секретарь США, Майкл Помпео. Он в табеле о рангах стоит четвертый государственной власти, но реально по влиянию он стоит после президента США. Как вы знаете, все время ссылки идут на государственного секретаря, потому что Соединенные Штаты имеют гигантское влияние международной политики, и человек, который занимается международной политикой, это государственный секретарь, фактически отражает позицию президента США и собственной его политики. Поэтому влияние государственного секретаря чрезвычайно высокое на те или иные страны. Обратите внимание, что государственный секретарь США посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, и две темы были ключевыми для государственного секретаря. Во-первых, суверенитет, второй, права человека. И обратите внимание, он везде заявлял, в зависимости от страны, что будет оказана тайная форма поддержки, чтобы те или иные государства сохранили свой суверенитет, были независимы. Независимы были в том числе и от США. Вы обратите внимание, что Америку, которые многие наши граждане, обработанные путинской пропагандой, обвиняющие события в Сирии, считая, что это главный якобы дестабилизатор в мире, на самом деле приезжает четыре государства, заявляют о поддержке суверенитета, о правах человека. Более того, готов предложить финансирование по тем или иным программам. Белорусам предложили стать независимым от нефти российской и поставить его из Америки. Россия был фактически эксклюзивным поставщиком нефти в Белоруссию. В Украине это вооружение. И опять же, поднимались вопросы права человека. В Узбекистане то же самое. Все время говорилось о суверенитете и независимости. И в Казахстане в том числе. Государственный секретарь США предлагает нам то, что мы считаем, что у нас есть, а именно независимость. Более того, он предлагает быть независимым. Вы понимаете, да, что это значит? Это значит, реальная картина такова, что Казахстан зависим, а вы знаете, от кого зависим. Как от Китая, так и от России. В России мы находимся вместе, в едином таможенном союзе, где все вопросы ключевые, вообще любые, большинством голосов, все основные голоса принадлежат России, решает Россия. И вот собственно с Китаем. Вы знаете, какое отношение у Назарбаева к Китаю, что он с ними в доле в бизнесе, что все основные китайские инвестиции с ним встроены в соотношении 50 на 50. Это он мне сам лично говорил. И конечно же, не случайно государственный секретарь США беспокоится о суверенитете Казахстана. Он беспокоится не о суверенитете Америки, а беспокоится о суверенитете Казахстана и говорит, готов оказать всемирную помощь. Обратите внимание. И я хотел бы еще раз обратить ваше внимание, как государственный секретарь США прилетел в Астану. И первые встречи были не с президентом Казахстана, не с премьер-министром, а именно были с гражданскими активистами. В частности, он пришел и заявил поддержку тем казахам, у которых родственники находятся в заключении китайских лагерях, поддержал и объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать тех, кто пострадал и оказывать разные формы давления на Китай. И таким образом он фактически пресек возможность Такаеву и Назарбаеву рассказывать о том, что сказки о том, что там все хорошо, все в порядке в Китае, что казахов и уйгур не преследуют, что все нормально. Такой жест сделал опережающий. Я сегодня в прямом эфире говорил в ютюбе, но несколько моментов я хотел бы еще раз повторить. Вы все должны понимать, вся эта активность международная со стороны Америки, со стороны ведущих европейских стран, со стороны евродепутатов, она не случайная. Сейчас Казахстан попал в зону серьезного внимания, потому что теперь, если раньше как Америка, так и европейские страны видели только одного Назарбаева и безмолвный народ, сегодня они видят, что все не так обстоит. Дело, как говорил Назарбаев, что все красиво, стабильно и так далее. Они видят массовое недовольство народа, они видели, как 9 июня выходили несколько десятков тысяч человек на митинги по акции протеста, они видели, как тогда были задержаны минимум 5 тысяч человек, они видели требования наших граждан освободить политических заключенных. Америка теперь создала специальный комитет, который будет работать по политическим заключенным Казахстана. Это была инициатива американцев, как вы видите. А эта тема, свободу политическим заключенным, мы, именно демократический выбор Казахстана, развили в Казахстане, получили поддержку массовую. В 2018 году, 10 мая, мы провели первый митинг с требованием освободить политических заключенных и нет пыткам. Вы прекрасно, наверное, помните, это был первый митинг после длительного перерыва. Теперь Соединенные Штаты Америки создали специальную комиссию, чтобы потребовать в рамках работы этой комиссии освободить политических заключенных. И вы видели, как Министерство иностранных дел оправдывалось. Министерство юстиции заявляло, что политических заключенных у нас нет, но комиссия есть. И она есть, потому что уже никто не поверит, но султану Назарбаеву не поверит не почему-то, а потому что вы, уважаемые активисты, активно выступали. Вы писали жалобы в Европарламент. В прошлом году свыше тысячи жалоб достигли зоны внимания депутатов. И 14 марта была специальная резолюция Европейского парламента по правам человека, где в этой резолюции было озвучено, что демократический выбор Казахстана – оппозиционные политические организации. Поэтому, уважаемые друзья, вы все должны понимать, что именно ваша активность разбудила международное сообщество. А я в своих выступлениях все время говорил, «Когда мы будем активно действовать, когда именно мы сами будем протестовать, только тогда Запад нам будет помогать, но вместо нас ничего делать не будет. И когда нас будет десятки тысяч, именно тогда мы получим такую масштабную помощь. Не деньгами. Смешно, когда говорят, что вот якобы американцы раздают каждому по 100 долларов. Этого не будет никогда. Это технически невозможно сделать, никто деньги раздавать не будет. Их помощь заключается в другом. Они оказывают давление на верхушку политическую, чтобы те не применяли силу. Они дипломатическим образом доносят до них, что в случае, если власть приступит к черту, их активы будут арестованы, они будут преследоваться. Разные механизмы есть преследованы, включая закон Магнитского, который позволяет арестовывать имущество, задерживать людей, не давать возможности учиться детям этих чиновников, высокопоставленных в европейских странах и в Америке. Здесь должны понимать, что был период, где-то более года назад, когда посол США говорил, что в Казахстане все хорошо, Америка поддерживает и так далее. Только с прошлого года риторика американцев изменилась. Потому что по итогам отчета 2018 года Госдепартамент сделал заявление, что в Казахстане нарушаются права человека. Параллельно в 2019 году, в начале 2019 года, вышли разные отчеты крупных международных организаций правозащитных, типа Human Rights Watch. Также Европейский парламент получил отчеты разных правозащитных организаций, типа Open Dialogue. Перед вами выступала Козловская. Она сделала огромную работу и проинформировала Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы о том, что в Казахстане диктаторский режим и людей преследуют. Вы, многие из вас, обратились в Европейский парламент за защитой и к правозащитным организациям. И вы знаете, что в итоге это привело к тому, что репрессии резко были прекращены, и темп стал совершенно другой. Если в начале 2018 года, вы помните, людей за то, что просто шли голубыми шарами, задерживали, давали по несколько лет, вот в частности Ассет Абишев еще сидит, то в итоге во второй половине 2018 года ситуация начала меняться, в девятом максимум, что они давали условный срок, держали несколько месяцев в тюрьме, но сейчас теперь уже пикетчики свободно выходят. Было много ситуаций, когда митинги были несанкционированы, власть ничего не делала. Вы понимаете, что ситуация очень сильно изменилась, и в первую очередь это связано с тем, что была высокая гражданская активность людей. Если завтра действительно будут десятки тысяч, то уже режим будет не способен на репрессии. И это заслуга демократического выбора Казахстана и вас, активистов. Я бы хотел поблагодарить активистов партии КОЩЕ, которые подхватили инициативу, двигаются по всей стране, проходят голодовки, выходят на пикеты. Вот Асхазчик Сибаев уже со счета сбился. Сколько раз его сажали, он упорно стоит, выходит, и у него масса последователей. Он его сажает на 10 суток, он выходит, снова сажает, снова выходит. И сейчас это уже стало буквально линией, когда эти акции поддерживают еще немало последователей. Поэтому ситуация меняется, она изменится. Сейчас будет только по нарастающей. Есть определенная инерция. Мы работаем, действуем, на международной арене работаем, внутри стандарта работаем, активизируемся. Очень много публичных таких акций, выступлений, прямых эфиров. И через какое-то время все это начинает расти и расти, и потом уже будет как снежный ком, уважаемые друзья. Поэтому наша работа, вся эта востребована. Все, что мы делаем, не зря. Вы увидите, очень скоро будут масштабные изменения. Обратите внимание, мы все время говорим о суверенитете, как ДВК. Мы говорим, что будем проводить независимую международную политику, что мы будем ориентироваться в первую очередь на суверенитет нашей страны, на то, что выгодно нашей стране в первую очередь. То есть союзники будут выстраиваться по этому принципу. И тут приезжает государственный секретарь США и говорит, что вы должны отстаивать свой суверенитет, свою независимость. Вы видите, позиция Соединенных Штатов Америки полностью совпадает с нашими взглядами на взаимоотношениях с соседними странами, на проведение независимого курса. Мы построим демократическую страну, независимую. Мы будем иметь статус нейтральный, не будем входить в никакие военные союзы ни с Россией, ни с Китаем. Мы выйдем из евразийского сообщества. Оно для нас никакой пользы не дает. Вот Россия это отсталая страна, авторитарная, диктаторская. И надо просто поддерживать торговые нормальные отношения, но никакие союзы больше с ними не поддерживают. Они только во вред. Россия без согласования со своим союзникам устраивает военные интервенции, вступает в разные конфликты, попадает под санкции. И это все возвращается нам тоже. Мы тоже фактически начинаем страдать от этих санкций, потому что они бьют по России, нашему ближайшему союзнику по евразийскому сообществу. Обратите внимание, рядом с нами такие страны крупные, как Китай и Российская Федерация. И та и другая страна авторитарные. Это диктаторские страны. И в той и другой стране подавляется права человека. То есть эти очень жесткие режимы, что Китай, что Россия. И каждый из них норовит нас проглотить, загнать политическую и экономическую зависимость. И мы, если будем с ними встраиваться в разные союзы, как сейчас Единый Таможенный Союз, мы фактически, даже сохраняя название Казахстан, будем просто сателлитом. Потому что сейчас все ключевые решения принимает Россия, не Казахстан. Казахстан не так устроен, как в Европе, когда они идут по принципу консенсуса. Если страна не согласна, то решение не принимается. Здесь же все стоит по-другому. Обратите внимание, что Казахстан не может даже члену Евразийского сообщества, Евразийского союза, Белоруссии поставить нефть. Россия не пропускает казахскую нефть в Белоруссию. Лукашенко жаловался недавно. Казахстан не может свой уголь по территории России провести, поставить в Украину. Россия не пропускает. Что за союзник, который прямо нарушает возможность свободного перемещения товаров? Россия проталкивает свою автомобильную отрасль, блокирует возможность импорта других автомашин, и мы покупаем плохие автомашины. И таких вопросов очень много. Такой союз нам не нужен. Поэтому, уважаемые друзья, если говорить об отношении с Китаем и Российской Федерацией, мы должны выстраивать с ними нормальные торговые отношения, но по принципу выгодности. И все. Больше ничего с ними не должно быть. Такой близости, как военные союзы, партнерские отношения типа Евразес, мы должны быть независимы, проводить свою собственную налоговую и экономическую политику, держать на расстоянии эти страны и основные ориентиры выстраивать на ведущие страны мира. Это Соединенные Штаты Америки и Европа. Эти страны лучше всего в мире развиты, в них защищены права человека. Фундаментальные права человека – свобода слова, свобода передвижения, юридическая защита, независимая судебная система, расцвет экономики и цивилизации только в этих странах. Если мы говорим даже в спорте, мы берем пример у лучших, то в экономике, политике, безусловно, мы тоже должны брать пример у лучших стран мира, а не такой отсталой страны, как Россия, и такой опасной, страшной страны, как Китай. Да, они экономически сейчас вторые в мире, но по размеру, но по уровню жизни на доходы на душу населения Китай даже любую европейскую страну, возьми сам отсталую, живет хуже их, чтобы мы понимали реально. Там 200 миллионов живет за чертой бедности. 200 миллионов – это как объединить Россию, Казахстан, Кыргызстан и еще другие страны. Вот такое количество людей живет за чертой бедности, что вы знали. Поэтому мы должны брать пример у самых лучших стран мира, с ними сближаться, проводить политику сближения с ними, но при этом военным отношением соблюдать нейтралитет, выстраивать независимую торговую политику и не вступать ни в какие союзы с соседними странами, такими как Китай и Российская Федерация, потому что это авторитарные страны, потому что мы видим, что эти страны хотят нас подмять и проводить сильную независимую политику, выстраивать сильные вооруженные силы и быть действительно реально независимой страной. Вот, я считаю, тот подход, который мы должны проводить в отношении любых стран. И в этом смысле Америка нам является союзником, потому что государственный секретарь США все время выражал поддержку линии и курсу независимости и суверенитета страны. Уважаемые друзья, сейчас, вы знаете, идет борьба за умы, настроения наших граждан. Да, основная часть является противниками режима, но мы знаем, что основная часть и боится этого режима. Основная часть сидит дома и думает, что пусть прилетит Бэтмен все сделать, пусть кто-то еще прилетит, пусть там сосед сделает, только не я. Но мы знаем, что 3-5% населения это порядка 1 миллион, от полумиллиона до 1 миллиона человек. Это научно подтвержденный факт. Именно они меняют страну, именно они проводят реформы. И мы должны найти вот этот свой 3-5% состав активных людей, которые добьются перемен в нашей стране. Сейчас борьба идет и будет идти только на площадях. Не на каких-то мифических выборах, парламентских, президентских. Это я много раз говорил, это мы все понимаем. И поэтому активисты, которые хорошо понимают, что мы победы можем добиться только на улицах страны, на площадях, создали партию Куще. Я приветствую этих ребят, они молодцы. Сейчас вокруг этих ребят объединяются разные активисты, они набирают сторонников. Я приветствую этих ребят и считаю, что это наши союзники, и я поддерживаю их всех. Несколько слов я хотел бы сказать по поводу так называемой ДПК и околоподобной партии. И вчера здесь были дискуссии, Гульзипа Джоукерова писала, говорила голосовым сообщением, я хотел бы откомментировать. В частности, Гульзипа говорила, что не трогайте Мамаевцев, что якобы они дают деньги и зачем их обижать, надо найти компромисс и так далее. Я вчера в чате писал, ну, во-первых, у Мамаевцев нет никого. Мы все знаем, что это контора, Комитет национальной безопасности все это организовало. И все там люди, есть какая-то часть заблуждающихся людей, но верхушка, которая двигает так называемую партию, их мало, они не имеют никакой серьезной поддержки. Более того, никаких денежных средств Гульзипа они не собирали для активистов, и для вас в частности, не было такого. Все эти сборы мы проводили, организовывали в нашем чате. Были активисты из Америки, они собирали средства. Были правозащитные организации, которые тоже собирали средства и сбрасывались, чтобы вы реальную картину знали. Так называемых Мамаевцев с деньгами нет. Все, кто с деньгами, они у власти, с властью. Нет в наших рядах людей с большими деньгами. Это мы должны все понимать. Как говорится о каком-то мифическом компромиссе с Мамаевцем, я не очень понимаю, потому что Мамаевцы это я считаю только та верхушка, у которых тоже особой денег никогда не было. Но если сейчас у них деньги появились, они съезды собирают, ездят по регионам, это только потому, что власть им в руки дает деньги. И когда говорит давайте мы не будем ссориться с Мамаевцем и вы что хотите сказать, что режим вам дает деньги, когда вы сидите в тюрьме, этого не было никогда, вы заблуждаетесь. С теми, кто изображает, что якобы они оппозиции, но мы точно знаем, что они работают с режимом, не может быть никакого компромисса. Тогда нужен компромисс с Назарбаевым, Такаевым и с другими, которые по сути дела пытаются нас столкнуть, раздробить, расчленить, чтобы мы между собой переругались. Компромисса никакого с такими людьми быть не может. Я услышал там заявление, я сам не видел, мне просто передали, что Мама якобы сказала, что Макс Бакаев вступил в ДПК. Ребята, Макс Бакаев сидит в тюрьме. Все митинги поддержку политических заключенных с 18 года организовывала ДВК. И в 18 году вышло немало людей из тюрьмы. То же самое Талгат Аян, который сейчас зажигает за ДПК и назвал, что ДВК это аферистичный выбор Казахстана. Вы понимаете, да, что он не просто так вышел на условно-досрочное освобождение, а Макс Бакаев до сих пор не вышел. Вышел Мохамбет Абжан после 10 мая, после наших митингов. Вышел Курамшин, который тоже лег под режим. Журналист Батребеков. Разные профсоюзные лидеры вышли. Это вышли почему? Потому что в 18 году, 10 мая, прошли первые митинги ДВК поддержку политических заключенных. И затем весь 18-19 год активисты активно давили на власть и требовали освободить политических заключенных. А не потому, что Мамаевцы якобы там что-то делали. Их там вообще не было. Вообще ни разу. Они ни на один митинг не появились, ни денег, ни средства не собирали, ни одного митинга поддержки политических заключенных их не было. Поэтому мы должны просто разбираться, а не заблуждаться. ЖПА просто заблуждается. такой период многие люди проходят, которые только и только начали заниматься политической деятельностью. Это простительно. Мы для этого существуем. Я, в частности, обладаю гигантским опытом. Знаю лично и Мамая, и Дуванова, и Жукеева. Я знаю всех, кто так или иначе засвечен политической жизни страны. И многих я финансировал, знаю, где они слабину дали. Я в политике знаю все. Вот представьте себе, что я просто профессионал в политике. И если Гульзипа хочет со мной спорить, она до этого должна немного поработать, в этой политической жизни повариться, набрать гигантский опыт, и только тогда можно с ней дискутировать на равных, я так скажу. Извините, вот за правду, да? А сейчас я прямо говорю, Гульзипа ошибается. Ошибается, и время, если она сейчас даже не согласна, очень быстро покажет ее ошибочный взгляд. Вы просто обратите внимание, люди, вот в частности та же самая Гульзипа, Оксана Шевчук, они не заявляли, что сметут режим. Все, что им изменил режим, нашли голубые флажки, якобы дымовой шаш, которые в магазинах продаются, и пытались их посадить надолго в тюрьму. Людей с пустыми плакатами задерживали, и продолжают преследовать тех, кто выходит на пикеты. Кубейсиного Джамбула на полгода посадили, прямо в зале суда арестовали, жену тоже ей шесть месяцев клеят, завтра будет суд над ним. Это просто блогер, который критиковал. А тут Мамай выходит, говорит, мы власть сметем, жена его по всей стране ездит, открывает штабы, экраны ставит, снимает помещение. Вы что, не видите, ребята, что происходит? Сам Мамай находится под пробацией, Жанат Исентаев из Уральска находится под пробанцей, Талгат Аян вышел условно-досрочное, находится под пробацией, и вот все ключевые люди, оказывается, могут свободно критиковать режим, открывать, создавать съезды свободно, а Макс Бакаев из тюрьмы, из тюрьмы, я хочу сказать, заявляет, что он вступает в ДПК, как сказал Мамай. Вы неужели, вы не видите, что если в тюрьме человек там вякнет, что-то, его сразу в карцер, найдут, за что прицепиться, и он оттуда звуку не сдаст, полной изоляции. Это я вам говорю, человек, который в тюрьмах просидел около пяти лет. Вот что происходит в наших тюрьмах. Неужели нужно быть наивным, все время говорить, давайте проверим, посмотрим. Простой есть механизм определения людей, их никто не преследует. Во-первых. Во-вторых, это спарринг, партнер власти, как Косанов был на президентских выборах, так и на парламентских выборах, это ДПК. Им нужно показать, что якобы оппозиционная партия существует, и таким образом проходятся честные выборы в парламент. Вот что им нужно. Поэтому, друзья, Макс Бакаев сидит в тюрьме. Мы не хотим кого-то уговаривать, чтобы вступили в ДПК и так далее, в этом нет необходимости. Нас много. Мы не боремся за Макса Бакаева, его выбор, это его собственный выбор, но мы именно мы демократический выбор Казахстана боролись в том числе за освобождение самого Талгата Аяна и других, требовали их освободить. Больше никто из политической организации не проводил митинги, акции протеста, не организовывал работу международных разных институтов, не обращался с жалобами в Европейский парламент. Именно благодаря нам очень многие международные правозащитные организации сделали заявление. Европейский парламент провел слушание по правам человека и обсуждались вопросы, связанные именно с этими политическими заключенными. И больше эту работу не делал никто, ни Мамай, никто. Поэтому, уважаемые друзья, все эти высказывания, какие-то реверансы в сторону Мамаевцев, я считаю, что они просто ошибочные, еще люди незакаленные, и мы будем проводить эту работу, показывать, показывать неустанно. И то, что Гульзипа говорит, это ошибочно. Именно в этом чате мы собирали деньги, именно правозащитные организации тоже собирали деньги, там так называемых Мамаевцев не было. Нет таких Мамаевцев так называемых. Они вон как испугались. Мы тут 22-го объявили, что проводим митинг, сколько визгу было. Как будто 22-го февраля это приватизированный законом день, когда никто в стране дышать не должен. Мы, оказывается, митинги проводим, чтобы им помешать. Кому нужен его съезд? Только власти. Пусть они проводят. Мы там не появляемся. Мы идем на митинги. Видите? Они люди, которые находятся в подробации открывают, проводят съезды, из тюрьм какие-то заявления делают. Притом пользуются тем, что Макс Бакаев вообще не владеет никакой информацией. К нему доступ имеет только спецслужбы. Как можно из тюрьмы говорить, что я буду поддерживать оппозиционную партию власти и при этом не иметь никаких последствий. Тут наших четырех женщин пытались на долгие годы в тюрьму засадить. На свободе подкидывали им что-то, а тут из тюрьмы делают заявление, нет проблем. Ребята, тут правильно говорят, Помпею нам дал понять, вы делайте, мы вам поможем. Это правда, так и было. Мы станем сильными, нам будут сильно помогать. Слабым никто не будет помогать. Поэтому именно мы будем требовать освобождения политических заключенных, как требовали раньше. Мы будем проводить работу, а сейчас речь идет о том, чтобы мы уже добились кардинальных перемен успеха. 22 февраля мы проводим митинг. Я там несколько слов, лозунгов, но если говорить коротко, это митинг за достойную жизнь. мы можем, сменив режим, в течение нескольких месяцев существенно поднять уровень жизни всей страны. На существующей бажей промышленности нам не нужно строить новые заводы, а сразу скачок произойдет немедленный. Я уже много раз говорил, что нефтяники будут получать в среднем не менее 1500 долларов, это 600 тысяч тенге, сейчас они получают 100-150 тысяч тенге. На тенгизе есть, кто получает 600 тысяч, но это вахтовым способом, нужно делить пополам, 300 тысяч тенге получает 200 тысяч, но никто не получает в месяц в среднем 1500 долларов. Это значит, любой малоквалифицированный человек должен получать минимум 1000 долларов, это около 400 тысяч тенге, кто-то будет получать 2-3 тысячи долларов, но в среднем на предприятии будет не менее чем 1500 долларов. Это не только на нефтегазовых, но и на предприятиях металлургических, сырьевых, горнорудной отрасли, и таких людей полтора миллиона человек. Мы должны к 22 февраля выйти с крупным пакетом, с материнским капиталом, бесплатное медицинское государственное здравоохранение, бесплатное государственное образование, высшее и среднеспециальное. Все эти требования озвучены в наших программах, поэтому 22 февраля мы должны требовать достойной жизни, потому что реализация программ ДВК сразу людей выводит на достойный уровень жизни. Абсолютно всех пенсионеров, инвалидов, учителей, врачей, военных, полицейских, тех, кто занимается в частном бизнесе, всех. Денежные суммы, которые крадутся у страны, порядка 30 миллиардов долларов, они вольются в экономику страны, и ситуация поменяется по всей стране у каждого человека. Поэтому, друзья, я сейчас вижу, сегодня была очень высокая активность в нескольких городах, в Алма-Ате, в Астане, в Шемкенте, в Казларде, такой спящий город Казларда, там появились активисты, там у нас, конечно, ящейки есть, но вот так открыто вышли, это большое дело, я хотел бы поблагодарить вот тех, кто не побоялся выйти и поддержать все наши инициативы, объявить о поддержке программ ДВК. Нам нужно создавать и продолжать развитие наших ячеек, потому что именно при активной работе ячеек мы можем организовывать митинги, надо наращивать нашу деятельность, надо усиливать объединение, объединение именно со сторонниками, неподставными людьми, мамаевцами так называемыми. Это будут нам бить спину, это агенты власти, нам нужно находить сторонников, объединяться с теми, кто готов действовать, а не бить спину, а не притворяться. Уважаемые друзья, поэтому мы должны развивать ячееки, строить их, есть штаб, выходить на штаб и начать действовать, времени осталось мало. Вот сейчас ребята правильно говорят, вот кредитная амнистия, списание всех потребительских кредитов, ипотечных займов на жилье достоимостью до 30 миллионов тенге. Вот такие вещи мы должны озвучивать. Вы знаете, что потребительскими кредитами загружено 9 миллионов человек, это практически больше, чем работающее население всей страны. И надо освоиться эти программы. Сейчас я хотел бы слово передать Жане, Жанна поднимет ряд организационных вопросов. Жанна, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, чат-активист. Я бы хотела сегодня вам во-первых напомнить о том, что чату нашему исполнилось два года, буквально несколько дней назад. И поговорить как раз о тех задачах, которые мы ставили перед этим чатом и которые мы ставили перед нашим движением, когда начинали всю эту деятельность. те, кто с нами начинал нашу деятельность, начинал работу в нашем движении, борьбу, те помнят, каким был чат-активист буквально в первые дни, какой шквал шёл сообщений, как тяжело было им управлять, как всё развивалось стремительно и как быстро мы собрали чат в 100 тысяч человек. Буквально за 42 дня мы этого достигли. Мы сейчас много видим разговоров, сожалений о том, что чат стал маленьким и так далее, и что у нас было когда-то вот так много, но дело здесь не в этом. Я хочу вам объяснить, каким образом вообще за это время всё это развивалось. Возможно, вы не складывали это всё вместе, не объединяли все эти события, которые вокруг нас происходят. Ну и как бы, поскольку мы работаем и системно видим всё, что происходит со страной, всё, что происходит у активистов, мы видим, как всё меняется. Если вернуться на два года назад, давайте просто вспомним, как сложно было привести людей в Телеграм. Телеграм — это был мессенджер, с которым очень тяжело общаться, и как многие люди не соглашались регистрироваться, и как тяжело было объяснять, мы создавали всевозможные ролики, объясняли, показывали, как регистрироваться, как заходить, как регистрироваться в чате и так далее. И до сих пор такая работа периодически идёт. До сих пор мы делаем это всё и показываем людей, обучаем, инструктируем через штаб, через те программы, которые выложены здесь, в «Активисте», инструкции. И, конечно, эту работу надо делать постоянно. Но тогда действительно Телеграм как мессенджер был плохо развит у нас в стране и тяжело заходили люди и не хотели им пользоваться. А теперь смотрите, как изменилась картина. Самое главное обратите внимание, сколько в Телеграм появилось всевозможных групп, сколько в Телеграм появилось всевозможных чатов, которые создали сами активисты. Создали их в регионах, создали их по своим интересам, создали их со своими единомышленниками, создали, и эти чаты настолько активные, настолько рабочие, что буквально таких активистов стало десятки. Таких чатов активистов ДВК стало десятки, потому что в любом случае активность наша стала расти не только в чате активист, но и в неневу. И нужно понимать, что такие вещи происходят не случайно. Демократический выбор Казахстана действительно локомотив перемен. Действительно, именно с нас начинаются все те события протестные, все те события, которые меняют Казахстан ежедневно, они начинаются даже с таких простых вещей. Мы создали чат, задали тон, показали, как действовать, научили, как вести такие чаты, администрировать, показали, как эти чаты меняют сознание людей, показали, как в этих чатах можно развивать всевозможные идеи и так далее. И смотрите, какая пошла работа. Везде буквально кипит работа по всем регионам, по всем городам, и если вам это не видно, то нам это видно очень хорошо. И, конечно, вы наверняка заметили, что у нас буквально ежедневно стали проходить пикеты. если раньше мы просто радовались, когда кто-то один вышел на пикет и озвучил что-то, и мы публиковали во всех наших каналах и так далее, то сейчас мы просто не успеваем охватывать всю ту активность, которую демонстрируют активисты. на этот момент у нас допустим только сегодня у нас смотрите вышли люди активисты вышли в Астане, активисты вышли в Алма-Ате, в шести местах стоят активисты. Активисты впервые сегодня мы увидели пикет в Казаларде, да какой мощный, стоит один человек, Мухтар его, кажется, зовут, стоит один человек, вокруг него толпа прокуроров, толпа полицейских, он продолжает свой пикет, а люди не знают, что с ним делать, вот эти люди при исполнении, они просто не знают, что с ним делать. И мы видим, что такая активность идет повсеместно, у нас стали подниматься регионы. Обратите внимание, какими активными стали наши регионы, в Шимкенте, в Туркестане, в Адырау, ой, в этот, как его, в Актюбинске, в Актаву у нас активисты, посмотрите, вот в Актаву сидят два многодетных отца, просто какое-то безумие, там, конечно, еще режим закручивает очень сильно гайки, только потому, что не так много людей, не так много поддержки. Вот Женазин, допустим, очень активный регион, но они боятся выходить, они выходят только тогда, когда их подталкивает власть, подталкивает, вот как это было с митингами прокитайскими, и да, пусть они дали импульс всей стране, но когда Женазинцы выходят, вы видите, какие там расправы, там везде закрывают их, заранее перед каждым митингом людей просто закрывают в полицию, заранее, за несколько дней дворами ходят, собирают молодых парней, закрывают в полицию, поэтому, конечно, расправы в Актаву очень серьезные, но там, где в городах высокая активность, там людям легче. Поэтому, конечно, наша с вами задача постоянно призывать людей, постоянно говорить о том, что активность, она спасает, во-первых, от репрессий, спасает тех, кто выходит. Когда мы выходим, когда мы присоединяемся к таким людям, как Асхаджик Сибаев, к таким людям, как Ельчибаев или Ержан Вактау, мы таких людей защищаем. И если, допустим, в Алматы высокая активность, в Астане высокая активность, то, естественно, и количество задержаний, репрессий совершенно другое. А вот в отдаленных регионах всё сложнее, поэтому я призываю вот сейчас регионы, чтобы вы выходили активнее, поддерживали тех активистов, тех лидеров, которые у вас уже появились. Со временем, конечно, это всё будет набирать обороты, но надо объективно видеть, что происходит. Надо объективно участвовать в этом. Обратите внимание, люди находят разные способы. От того, что их становится много, у нас появляются различные идеи. Посмотрите, сколько появилось YouTube-каналов. Их должно стать ещё больше. Если раньше протестные каналы в YouTube это была редкость, тем более на казахском языке, то сейчас посмотрите, как много этих каналов и как они часто, постоянно вещают и рассказывают. Это всё делают активисты. Я бы хотела вас призвать, чтобы мы так же, как мы формируем вот эту культуру протестную, митинги, пикеты, создание чатов, создание YouTube-каналов, мы точно так же формировали культуру общения. Вот у нас вчера произошёл случай, вот этот, Гульзипа высказала своё мнение. Мы вышли, отразили, скажем, своё мнение высказали и так далее. Но дальше пошло что-то невообразимое и неправильное. Давайте мы научимся людей слышать, даже если человек неправ, а Гульзипа неправа. И неправа, конечно, очень сильно. Но давайте мы научимся не гасить людей, не обвинять, не применять вот эти тяжёлые оценочные реплики, обвинительные. И не устраивать расправу над людьми сразу. Это неправильно. Я только что удалила из чата человека, который вчера очень много, вернее, сегодня очень много комментариев написал. И поскольку я сделала замечание, сейчас он тоже демонстративно мне сообщил, что дальше он уходит из чата, поскольку дальше будет вата. Я понимаю агрессию этого человека, я даже понимаю, что это настоящий провокатор, который вчера попытался разогреть в отношении в адрес Гульзипы и в адрес Макса Бакаева какую-то ненависть для того, чтобы именно в таком духе ДВКшники подхватили эти обсуждения и понесли дальше в социальные сети. Я вас очень призываю не следовать таким примерам. Каждый человек должен сам разобраться, каждый человек должен для себя найти время и разобраться, прав он или не прав, стоит поддерживать мамайцев или не стоит. Я прошу не устраивать травлю и расправу над теми, кто внезапно начал думать иначе. Можно объяснить, как это сделал сегодня Блязов. Можно тщательно, долго разъяснять, потому что действительно очень многим людям непонятно. Они же вроде бы занимаются оппозиционной деятельностью. И вот это вроде бы надо просто методично и спокойно разъяснять, чтобы на нас не набрасывались люди и не говорили потом, что мы действуем агрессивно. Таких у нас примеров много. Если вы обратили внимание, вот, скажем так, в отношении меня идёт массированная пропаганда, массированная атака, травля, везде что-то пишут, везде какие-то люди выскакивают и оставляют грязные посты и так далее. Если бы я отвечала каждому, да ещё и в таком тоне, как мы это сегодня видим в нашем чате, конечно бы никто за нами не пошёл, конечно бы мы вообще перестали бы бороться и скатились бы только вот в выяснении отношений. Именно этого добиваются провокаторы, именно этого добиваются люди, которые постоянно выходят с такими заявлениями. Наша задача научиться это игнорировать, игнорировать тотально, никому из них не отвечать, просто блокировать. Если вы видите, что человек целенаправленно транслирует мысль, несмотря на то, что с ним пытаются спорить, возражать и так далее, но он не унимается, значит блокируете этого человека и не надо ему оставлять никаких сообщений. Все провокаторы, как правило, деструктивны, агрессивны, не несут никаких аргументов, они пользуются теми клише, которые распространены. Зачастую провокаторы используют риторику буквально под копирку у них идут сообщения. Их задача спровоцировать эмоционально, чтобы человек эмоционально отреагировал и ответил. И тогда начинается галдёж, тогда начинаются здесь всякие неувязки в нашем чате, в том числе, в комментариях, в социальных сетях люди начинают между собой ожесточённо спорить, и это создаёт нехороший фон, за таким фоном естественно никто из новичков не разглядит оппозицию. Прошло два года, смотрите, я вам для чего начала говорить про чат, прошло два года, за это время мы должны были повзрослеть, мы должны были стать профессиональнее в части политической борьбы, мы должны были научиться оппонировать грамотно. Для этого мы здесь постоянно разъясняем, что такое ДВК, какие у нас программы, какие цели, и естественно аргументов в этом чате прозвучали сотни тысяч, потому что те эфиры, которые мы практически ежедневно вели первое время и потом в последующем достаточно часто этим занимаемся, конечно, оттуда можно было взять уже огромное количество аргументов, которыми можно спорить с нашими оппонентами. Спорить надо так, чтобы люди захотели присоединиться к нашему движению, но ни в коем случае не получили негативный опыт и не ушли с осадком нехорошим. Если помните, у нас было первое время очень много эфиров, которые мы посвящали, как правильно агитировать людей, которые мы постоянно рассказывали, каким образом с людьми работать, какую использовать риторику, постоянно рассказывали о наших программах очень тщательно. Ну, вот это всё, оно есть, этот опыт, этот навык есть. Я прошу его не растрачивать и постоянно этим навыком пользоваться. И вот сейчас вот человек с ником оппозиционер тоже говорит провокационный комментарий. Вот вы спрашиваете, что такое провокаторы. Вот простой пример, я просто объясняю, как это работает. Чего толку болтологию ввести, лучше действовать. То есть, смотрите, вот вы, может быть, из добрых побуждений говорите эти слова, да, я даже не сомневаюсь, что из добрых, из того, чтобы людей повести за собой. Но таким способом вы ставите человека против себя и вынуждаете этого людей отвечать вам как бы оправдываясь. А если человек оправдывается, значит, он защищается. Не надо человека ставить в позицию защищающегося, потому что тогда эти люди точно не будут нашими единомышленниками. единомышленниками. Наша задача сделать человека единомышленником, и тогда, естественно, надо обращаться совершенно с другой риторикой и с другим тоном. Поэтому я считаю, что вот такой комментарий, он провокационный. И я вас провокатором не назвала, я назвала провокационным ваше суждение. Вот этим вещам я прошу вас следовать чётко, прошу учиться этим вещам, потому что наша задача собирать сторонников, не отгонять от нас людей, не разгонять их вот такой риторикой, вот такими комментариями, а именно собирать, объединять. У нас впереди, вы знаете, что этот год у нас будет решающим, у нас впереди масса событий, в которых мы должны быть огромной силой. И эта огромная сила не прирастёт, если мы не научимся общаться с людьми правильно, без агрессии. Я бы ещё хотела ещё раз обратить ваше внимание на то, что все вот эти публичные методы борьбы с режимом, они рабочие, они работают. Вы видите, что в сети стало очень много открытых публичных обращений, в сети стало очень много ютуб-каналов, ребята стали собирать всевозможные группы, которые обращаются, либо вот допустим, я вижу, что к общей партии стали делать какие-то уроки по праву, обращаться к адвокатам за комментариями и так далее. Это всё надо распространять. Если вы видите авторитетного человека, который может поделиться опытом, мнением, используйте это, доносите до всех остальных, делайте так, чтобы хорошее мнение, грамотное, прозвучало широко. Общайтесь с такими людьми, и каждый из нас сегодня имеет этот инструмент в руках и до социальной сети. Чем шире вы представлены в социальных сетях, тем больше людей за вами пойдут. Но ничего, конечно, сильнее, чем улица не работает. Вы видите прекрасно, что те активисты, которые используют уличные протесты, уличные акции, которые именно на улицах проводят свою агитацию, те активисты становятся успешными. Меня, конечно, очень восхищает опыт тех ребят, которые выходят на пикеты. Посмотрите, как заразил всех Асхат. Буквально за три месяца, упорных три месяца, он вывел на улице столько людей. Вот он стоял, 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 и за три месяца люди насмотрелись и поняли, что так нельзя, человек пятый раз сидит. И они стали его менять. Они стали сначала замену сделали, потом поняли, что нужно просто делать больше пикетов. И стали выбирать другие места в городе. Вот я сегодня посмотрела, как на Алматы-1 стоял активист, и как вокруг него собирались люди. Это прекрасно. То есть люди видят живой протест и на него реагируют. Конечно, в чате активист мы такого не добьёмся. Но если мы выйдем на улицу, мы добьёмся этого с лёгкостью. Десятки людей будут понимать, что это самый верный и самый эффективный путь борьбы. Да, друзья, это тоже хороший инструмент. Я вам очень благодарна. И все, я думаю, здесь понимают важность распространения информации в Инстаграм, в Ватсапе и так далее. То есть это очень хорошо и правильно. И действительно это нужно, чтобы все подхватили. Нам для того, чтобы не спорить, я вас тоже понимаю, вот сейчас ещё раз оппозиционеру отвечаю, нам для того, чтобы не спорить, надо просто чётко видеть цель. У нас есть цель, мы туда двигаемся. Всё, что там вокруг, всё, что внутри люди говорят, всё, что внутри люди пытаются обсуждать, особенно когда нас пытаются вывести на обсуждение Личности, это надо пресекать. Мы не должны обсуждать какие-то Личности, мы должны обсуждать их суждение и то, что эти люди пытаются донести донести до общества. Если их идеи неправильные, да, с этим надо спорить. Но обсуждать Личности это самое последнее дело. И ещё я хочу вам немного рассказать, как такая борьба шла в 2016 году, для того, чтобы вы осознавали, какими гигантскими шагами развивается Казахстан. Казалось бы, в 2016 году на волне земельных митингов страна должна была быть очень активной. И на самом деле такая активность была, но, естественно, далеко не в таких масштабах. Естественно, абсолютно не так организованно. Было много людей, которых возмущало то, что происходит в стране. Очень больно и очень сильно людей трогало то, что наша земля может достаться Китаю, китайцам и так далее, и что распродают всё безжалостно, по-варварски, и что люди не могут в этом принимать участие. И, конечно, огромная масса людей была возмущена, колыхалась, но организоваться было очень сложно. И вот у меня, допустим, было очень много сторонников. Я действительно вела очень большую организационную работу. Но даже при том, что мы были организованы, мы не видели таких масштабов, которые сегодня есть у нас в стране. Люди, которые работали на власть, которые, по крайней мере, в интересах власти действовали однозначно, они всегда нас побеждали, они передавливали нас, потому что нас было мало, а их было больше. Вот, например, существовало такое движение, казалось бы, очень правильное, под названием «Араша», которую создала Гульжан Иргалиева, Амиржан Касанов, там же был и Жан-Булат Мамай с Ингой, они занимались чем? Они ездили и пытались, так сказать, помочь политическим заключённым. Вот, представьте, приезжает такая Араша в Атырау и начинает пытаться договориться с Максом Бакаевым, чтобы он подписал процессуальное соглашение и таким образом защитил свою жизнь, своё здоровье. Очень много постов этому посвящалось, очень много там споров было в сети. И почему-то вот у них у всех были деньги поехать, полететь в Атырау, там собирались большой делегации, там, Респект, Сарсенбаев, Иргалиева, все эти, так сказать, оппозиция первая, да, вот старая оппозиция, и они выезжали и могли, так сказать, гастролировать. Выезжали в Уральск, выезжали там на процессы к Нарымбаевску с Мамбиталином, там тоже вели переговоры. Вот таким образом эти люди действовали, передавливали нас и уговаривали очень многих людей подписать процессуальное соглашение. Таким образом у нас Жанат Исентаев освободился. Вы знаете, что Мамбиталин освободился после того, как Иргалиева зашла там в тюрьму. Освободился, вернее, отказался полностью от этого предложения, отказался жёстко, Макс Бакаев. И Макс, себя не считая виновным, естественно, сказал, я не буду подписывать никаких таких заявлений, я пойду в тюрьму. Естественно, и Талгат Аян тоже следовал этому заявлению, они вдвоём вынуждены были уйти на зону, то есть власть их вот таким образом отправила. И казахское, ой, наше гражданское общество не смогло их защитить, нас тогда было мало. Поэтому процессуальных соглашений было очень много. И сегодняшняя волна тех людей, которые на пробации находятся, как ни печально, как ни странно, они все сегодня, получается, примкнули к ДПК, к МАМА, многие из них, во всяком случае. Наша высокая активность, наша высочайшая активность защитила людей, защищает сейчас очень многих, даёт им веру. В тот момент очень многие люди смотрели и понимали, гражданское общество слабое, защитить их некому. Они пойдут, сядут на зону и вот как бы, ну там, кто к ним будет ходить, кто их будет защищать. Правозащитные организации тоже слабо работали, бились, бились, ничего не получалось. И какая сегодня масштабная идёт работа и совершенно другие результаты. При этом я, не будучи даже никаким там политическим деятелем, обычная совершенно активистка, да, конечно у меня там в квартире в Алматы собирались постоянно все буквально те люди, которые были в борьбе. Мы очень часто собирались, мы какую-то вели слаженную работу. Никто и не подозревал, что тогда уже у нас был чат в Телеграм, и что в этом чате мы организованно действовали, потому что я организовывала эти действия, быстро, стремительно реагировали мы на все события. Если вы сегодня видите в социальных сетях картинки старые с Толгатой Аном, с Максом Бакаевым, с Мамаем тем же, с Джакишевым, все эти акции мы организовывали масштабно. Мы делали Мамай Фёст, мы действовали стремительно, собирали сразу несколько постов, выпускали сразу, даже ролики мы сами выпускали, когда нужна была большая помощь. То есть мы организовывались такую группу, которая уже тогда, в то время, в 16-м году, через чаты в Телеграм договаривалась, делала свою работу и потом через посты самых активных и самых читаемых лидеров выталкивали результаты нашей работы. Тогда наша группа была одна. Вот если честно, мне вот сейчас даже я без всякой ложной скромности могу сказать, тогда такая группа была одна. Потом по нашему подобию создали такую группу в Атерау, когда шла поддержка Максу и Талгату. Но сейчас вы посмотрите, что творится. Сейчас таких, я не знаю, я не ошибусь, если скажу, что десятки и сотни таких чатов, в которых сидят активные люди и самостоятельно принимают решения, самостоятельно делают что-то, самостоятельно двигают протест. Это же прекрасно, это совершенно другая страна. Вот лично мне есть чем сравнивать, и когда я эти все перемены вижу, я их ощущаю, и, конечно, я очень радуюсь. Поэтому единственная рекомендация, которая на сегодняшний день у нас есть, для вас она очевидна, но я ее все равно проговорю, нам надо усилить свою работу в публичном поле. Как можно чаще, как можно больше людей должны выходить в публичное поле и заниматься открытой агитацией. Вы посмотрите, как изменилось отношение полиции. Я, кстати, вот еще одну ремарочку хочу добавить по поводу полицейских. Я желаю, что это, как можно больше купить ее на неожиданную полиции. Я не могу говорить, что это, что это, Это, что это, что это, что это. Очень сильно напуган режим теми действиями, которые происходят сегодня в Казахстане. Из Актау выслали этого человека, который на самом деле проявил большую жесткость и жестокость в том регионе, в Мангистауском. Сегодня его выслали в Алма-Ату. И Кудебаева передвинули на Алматинскую область. Потому что полицейские стали давать слабинку, потому что полицейские стали сочувствовать активистам. Вы посмотрите, что стала делать полиция. На задержание активистов из области выдвигают полицию из Алматы, а Алматинскую область полицию меняют, выкидывают их работать, патрулировать в Алматы. Потому что полицейские, слушая наши программы, слушая наши чаты, общаясь с нашими активистами, перестали доверять режиму. Потому что они дрогнули, потому что у них появились огромные сомнения. Они больше не те зомбированные машины. И на усиление своих полицейских отрядов бросили вот этих всех новых генералов для того, чтобы они могли изменить ситуацию в Алматы и Алматинской области. Это говорит очень о многом. Они, конечно, никакой генерал сегодня не сможет изменить ситуацию. Никакой генерал не сможет остановить тот огромный поток людей, которые сегодня зашли в активизм и стали заниматься гражданской деятельностью активно и публично, массово. Естественно, такое остановить будет очень сложно. Поэтому я вас прошу, поскольку та, так сказать, сторона усиляется, усиляться должны и мы. Мы наших лидеров должны поддержать. Мы должны поддержать тех, кто у нас сегодня на улицах ведёт самую активную борьбу. И то, что сегодня Мухтар Аблязов в обоих эфирах произнёс о приезде Майка Помпео, о том, что у нас происходит в ПАСЭ, вы видели, что очередную резолюцию приняли о том, чтобы наложили санкции. И не резолюцию, а документы подписали очередной депутаты ПАСЭ, обратились о том, чтобы все торговые отношения с Казахстаном пересмотрели до тех пор, пока ситуация с правами человека не улучшится. То, что нам послал открытый месседж Майк Помпео в том, что мы должны продолжать эту работу. Он так и сказал, продолжайте это дело, он имел в виду борьбу с права человека. Каждая страна должна за свои права бороться самостоятельно, а мы вас поддержим. И мы видим эту поддержку сегодня на всех уровнях. Поэтому в целом, в общем, конечно, за два года мы слишком быстро развиваемся, большими гигантскими шагами идём. Я имею в виду сознание народа, я имею в виду то, что люди перестают бояться и появляются. И сегодня все эти события будут развиваться с геометрической прогрессией, количество людей будет увеличиваться, потому что со всех сторон мы стали получать поддержку, понимание и внутри страны, и за пределами страны. И даже среди тех, кто сегодня вынужден с нами вести борьбу напрямую, это полиция КНБ. Люди повсеместно хотят перемен. И поэтому мы должны усиливаться, ещё раз усиливаться и добиться того, чтобы в этом году все необходимые перемены произошли. Всё, о чём мы сегодня говорим, в этом часть мы могли начать реализовывать. Друзья, вот на этом я хочу закончить свой эфир. Я прошу общаться активно со штабом, обращаться по любому поводу, просить все инструкции. Пишите, пожалуйста, мы будем готовить сейчас эфир с нашим юристом ДВК. Пишите, пожалуйста, штабу вопросы, на которые вы хотите получить ответы от юристов в преддверии митинга. И я прошу помнить активистов о том, что самых заметных, самых узнаваемых и самых активных полиция начнёт до начала митинга, и, естественно, задерживать и так далее. Вы знаете, какие меры надо предпринимать. До свидания всем!